Добрый день еще раз. Я хотел бы, прежде чем приступить к докладу, поблагодарить руководство Института урологии, непосредственно Михаила Юрьевича, за возможность выступать на конференции, которая на сегодняшний день стала уже как-то стандартом. И без всякой лести, я скажу, что начиная каждый год, я тоже присматриваю с декабрю, к возможности вновь и вновь выступать на вашей конференции. Спасибо вам большое за доверие. Ну а теперь непосредственно о докладе. Мы все с вами знаем, что внедрение в клиническую практику дистанционной литотрепсии изменило все наши подходы к лечению больных мочекаменной болезни, открыв эпоху малоинвазивного лечения. И несмотря на все достижения рентген-эндоскопической хирургии, лапароскопической, ретроперитониальной хирургии, на сегодняшний день, какая бы информация ни появлялась, ДЛТ основывается не только основным методом лечения, но и методом выбора. Я еще раз позволю себе напомнить, что идея использования ударных волн появилась в Советском Союзе и тот большой вклад в 1955 году ленинградского физика Юткина, который впервые опубликовал теорию электро-гидравлической эффекта разрушения твердых тел в жидкой среде, которая стала основой не только теории литотрепсии, но и стала научной базой для создания дистанционных литотрепторов. Однако, первый сеанс ДЛТ был проведен в 1980 году в Мюнхене, а первый сеанс в Советском Союзе был проведен 4 ноября 1987 года под руководством Николая Алексеевича Лопаткина. В нашей клинике отделение дистанционной литотрепсии существует с 1992 года, и за это время мы накопили достаточно большой опыт использования литотрепторов экспертного класса Сименс и Дорния в лечении больных мочекаменной болезнью. На сегодняшний день работаем на Гемине. Какие современные технологии лежат в основе эффективной и безопасной дистанционной литотрепсии на сегодняшний день? Это увеличение глубины ударной волны до 180 мм, это увеличение терапевтического импульса до 120 ударов в минуту и наличие большого диапазона применяемых энергии для эффективной фрагментации мочевых камней. Наличие двойного и переменного фокуса в некоторых литотрептрах, что иногда бывает очень важным при множественных камнях различной локализации. Важным является соотношение энергии и плотности ударной волны. Так, для терапевтических модулей с большим фокусом имеется высокая энергия, и за счет этого низкая плотность ее. Это обеспечит высокую эффективность лечения и ее безопасность, то есть меньше риск авитационных повреждений. В случае маленького фокуса за счет низкой энергии наблюдается высокая плотность энергетической плотности ударной волны, что создает определенные риски повреждений, риски кавитации. Однако мы должны помнить, что с повышением частоты ударной волны усиливается кавитационное повреждение ткани. И использование низкой мощности в начале ДЛТ и ее постепенное повышение, так называемый рампинг, может вызвать вазоконстрикцию и тем самым предотвратить гематому. Однако высокочастотная и высокоэнергетическая литотрепсия возможна только при адекватной анестезии. Наличие моторизованных терапевтических модулей, которые позволяют при наличии С-дуги вывести в зону воздействия ударной волны камень любой локализации, вне зависимости от его проекции на костную ткань. И, конечно, большой ресурс терапевтических модулей для литотрепторов с электромагнитной генерацией ударной волны это не менее 2 миллионов импульсов, для пьезокерамических литотрепторов до 5 миллионов. Важным также является идеальный контакт между источником ударной волны и пациентом. Наличие воздушных пузырьков, складок оказывает негативное воздействие на распространение ударной волны и снижает эффективность фрагментации. И как раз увеличение количества вот этих пузырьков в санагеле увеличивает количество импульсов, требующихся для фрагментации и повышает риск кавитационных повреждений. Поэтому существующая сейчас технология оптикупол, она позволяет контролировать зону контакта мембраны терапевтического модуля с пациентом. Какие преимущества? Это уменьшение количества ударных импульсов за счет хорошего контакта. Это более низкие уровни энергии, то есть уменьшение степени кавитационных повреждений. Это сокращение продолжительности процедуры за счет повышения эффективности фрагментации. Ну и безусловно увеличение срока функционирования оборудования, учитывая высокую стоимость терапевтической головки. Наличие многофункциональных операционных столов с нагрузкой на сегодняшний день до 220-240 кг. То есть это возможность выполнения ДЛТ у пациентов с избыточным весом. Когда мы начинали дистанционную летотрепсию, границей веса являлся 120-140 кг пациента. Высокий процент разрушения также достигается за счет высокого качества как рентгеновского изображения с использованием СДУТИ, с получением цифровой рентгеноскопии, цифровой рентгенографии. А также технологии ультразвука, позволяющих также четко контролировать степень фрагментации на всем протяжении сеанса ДЛТ и контролировать состояние паренхимы, учитывая риск небольшой, но тем не менее кавитации. Поэтому на сегодняшний день и осложнения дистанционной летотрепсии не столь велики. Пожалуйста, гематомы не более 4%. Обструкции мочеточника фрагментами по типу каменной дорожки не более 7%. Какие противопоказания? Ну понятно, это беременность, это нарушение свертываемости крови, инфекция мочевых путей, серьезная деформация опорно-двигательного аппарата и тяжелая степень ожирения, которые не позволяют уложить пациента на операционный стол и навести ударную волну. Это аневризма, аорты, расположенные в проекционной зоне ударной волны, но не сама по себе аневризма, а наличие пристеночного тромбоза и сеанс ДЛТ может просто вызвать тромбоэмболию. И анатомическая обструкция, дистальная обструкция ниже камня. При этом нужно помнить, это установлено, что ДЛТ не приводит к острому повреждению почек и повышению концентрации в крови маркера повреждения почной паренхимы НГАЛ. Каков алгоритм лечения на сегодняшний день? 2017 год, рекомендации Европейской ассоциации, рекомендации Российской ассоциации урологов, камень до 2 см в почке, ДЛТ остается основным методом лечения в конкуренции с эндоурологией. Есть особенности дробления камней в нижней чашечке, но не сама по себе степень фрагментации, а обеспечения эффективного отхождения фрагментов камня с целью снижения остаточных фрагментов. Это что? Наличие острого угла между нижней чашкой и осью мочеточника, так называемый нижний пельвеокалекальный угол, а также на линии длинной и узкой шейки. При камне мочеточника до сантиметра дистанционная литотрепсия также остается основным методом лечения в конкуренции с уротеррошкопией. Показания к ДЛТ на сегодняшний день аналогичны показаниям у взрослых, и ДЛТ на сегодняшний день у детей остается оптимальным методом лечения при камнях до 2 см. Длительное наблюдение также не подтвердило необратимых функциональных или морфологических осложнений после ДЛТ. Однако, учитывая потенциальное нарушение почной функции, необходимо ограничение количества импульсов и мощности ударных волн. Кроме размера мочевого камня, важным является также плотность, структурность, рентгеноднородность мочевого камня, как показатели прогнозирования эффективности лечения. И на сегодняшний день современные технологии компьютерной томографии, особенно в настоящее время двухэнергетической компьютерной томографии Dual Energy, позволяют четко определить размер, объем, разброс плотности камня, его структурность, помимо анатомо-функционального состояния мочевых путей, что очень важно в прогнозировании отхождения камней. И вот наши исследования в течение достаточно длительного времени, а в течение последних 15 лет, когда мы использовали и спиральную, и мультиспиральную денситометрию, на сегодняшний день двухэнергетическую денситометрию, позволил выделить три группы мочевых путей, учитывая эффективность дробления и, соответственно, резистентность мочевого камня к ударной волне. И в случае однородного мочевого камня с плотностью более 1200 единиц по Хаунселду, тогда нужно решать вопрос, конечно, о выборе альтернативного лечения по отношению к ДЛТ. Но я еще раз хотел напомнить, что сама по себе плотность, не привязанная к размеру мочевого камня, к его структуре, к техническим особенностям дистанционного литотриптера, и, конечно, опыта врача, выполняющего литотрипсию, не может быть просто критерием выбора, критерием эффективности лечения. Только совокупность вот этих параметров позволяет нам прогнозировать и эффективность дистанционной литотрипсии, и определять показания к лечению конкретного пациента. Следующий параметр, который мы также позволили установить, это зависимость твердости мочевого камня от происходящих параметров, таких как содержание кристаллизационной воды, прежде всего в оксалатах и уратах. То есть, чем больше кристаллизационной воды в камне, тем он менее плотен. Поэтому моногидрат оксалата кальция, состоящий из одной молекулы воды, он более плотный камень, это более резистентный камень к ударной волне, чем дигидрат оксалата кальция виделит. Дальше. Характер микроструктуры камня также определяет твердость мочевого камня, то есть, наличие плотных переплетений кристаллических образований, кристаллических плоскостей определяет высокотвердый мочевой камень. Дальше. Чем представлен камень? Кристаллом, поликристаллом, но особенно важным наличие текстуры, то есть, ориентированного роста кристаллических поверхностей. И при одном и том же химическом составе наличие текстуры определяет большую твердость, большую резистентность камня к ударной волне любого типа, электромагнитной, пьезокерамической, электрогидравлической и так далее. Особенностью дистанционной литотрепсии является не только достижение фрагментации мочевого камня, но и обеспечение отхождения фрагментов. И именно совокупность на сегодняшний день в литокинетической терапии растительных препаратов, спазмолитиков, альфа-адреноблокаторов, нестероидных препаратов и обеспечивает тот необходимый литокинетический эффект, обеспечивающий эффективность дистанционной литотрепсии. И несмотря на противоречивые результаты, в гадлайне указано, что в большинстве рандомизированных исследований и в ряде метаанализов показано, что литокинетическая терапия после ДЛТ позволяет не только ускорить отхождение и увеличить частоту полного удаления камней, но и снизить необходимость дополнительного обезболивания. И позвольте остановиться на растительных препаратах, потому что совокупность диуретического, противовоспалительного, спазмолитического эффекта обеспечивает тот необходимый и нужный нам эффект. И именно с растительных препаратов, если обратиться к истории, началась вся литокинетическая терапия. И позвольте тоже об известном препарате, история которого более 60 лет, более чем 60 стран мира, это Раватинекс с известными эффектами спазмолитического действия. Дальше. Препарат обладает, как вы знаете, противовоспалительным, противомикромным действием, повышает содержание защитных коллоидов, содержание глюкуроновой кислоты, что нам важно в метафилактике. Предотвращает инкрустацию катетеров, стентов при длительном дренировании верхних мочевых путей, обладает совместимостью с антибиотиками, потенцирует их действия, то есть такой синергический эффект. Повышает эффективность литокинетической терапии, и что очень важно нам в метафилактике, это возможность назначения детям 6-летнего возраста. И если все известно, если все понятно, почему мы вновь и вновь возвращаемся к теме Раватинекса, это клиническая эффективность и безопасность, что доказано, в общем-то, рандоземизированными исследованиями. Если мы обратимся к литокинетическим препаратам, я даже не знаю еще какие препараты, где есть их подтверждение рандомизированным эффектом. Фармакологическая безопасность и высокотехнологичность, то есть возможность достижения постоянной дозы препарата. Мы все знаем, что это совокупность монотерпенов, анитол, барниол, комфен, альфа-бета-пинены, фенхон-цинеол. И спазмолитический эффект обеспечивается за счет барниола, комфена, пинена, фенхона, диуретически обеспечен анитолом. Все терпены, входящие в Ратинекс, обладают противовоспалительным действием, а вот усиление тканевого кровотока за счет анитола, барниола и комфена. И все это обеспечивает высокий литокинический моноэффект по рандомизированным исследованиям в отношении Ратинекса до 80%. Какие настоящий день показания к применению? Это комплексная метафилактика рецидивов, это литокинетическая терапия при камнях почки мочточника, при цитратном литолизе, в купировании почечной колики, снижении инкрустации стендов и в лечении калькулезного пилонефрита. И тоже небольшие данные по нашему небольшому исследованию в оценке клинической эффективности препарата. Две группы пациентов в группе А. 150 пациентов, которым назначалась терапия Ратинексом после ДЛТ и 70 пациентам, которым в послеоперационном периоде назначали стандартизованные спазмолитики. Видите, что группы были сопоставимы по возрасту, полу, локализации, размерам мочевых камней, по частоте дренирования. Стандартизованные методы обследования, но особенно важным являлась оценка боли по 10-бальной визуальной аналоговой шкале и исследование химического состава мочевого камня с целью прогнозирования метафилактической терапии. Какие критерии мы учитывали? Это частоту возникновения колики, это сроки и процент отхождения фрагментов камня, это динамику лабораторных показателей и переносимость. Клиническая оценка боли. На фоне Ратинекса средний балл составлял 5 по 10-бальной шкале колика у 12,7% пациентов. На фоне спазмолитиков средний балл более 7, колика отмечена 45,7% случаев. В группе Ратинекса в течение первых 5 дней отхождение фрагментов у 69%, на фоне спазмолитиков практически 43%, но по истечении первых 14 дней у 77%, а на фоне спазмолитиков на уровне 58%. При оценке динамики показателей анализа крови как группе Ратинекса в группе спазмолитиков показатели сопоставимы. Понятно, что прием препарата на эти параметры не влиял. То же самое можно сказать при оценке показателей анализа в крови суточной экскреции, депурации как в группе Раватинекса, так и в группе спазмолитиков показатели тоже сопоставимы и нормативные. И вот важный показатель это суточный диурез как критерий литокинетического эффекта и на фоне Раватинекса четкий прирост суточного диуреза до 2,5 литра в сутки, что нам необходимо. Но в группе спазмолитиков прирост статистически недостоверен. И что важно, что на фоне Раватинекса мы на фоне снижения ликоистурии также можем добиться и стабилизации ПАШ мочи в районе 6,2-6,8. При микробиологическом исследовании мочи группы также сопоставимы. Основными являются кальциооксалатный и смешанный уратнооксалатный тип камнеобразования. И в заключении, прием Раватинекса повышает процент отхождения фрагментов, назначение препарата приводит к снижению лейкоцитурии, увеличение суточного диуреза, стабилизации, повышает процент отхождения камней при проведении цитратного литолиза и не сопровождается развитием побочных эффектов и возможен длительный прием при метафилактике. Спасибо за внимание. Когда выполняется денситометрия, спиральный, мультиспиральный, двухэнергетический компьютер, это не имеет значения. Есть программа Tissue Volume, тканевой объем, когда специалист по лучевой диагностике, определяя объем камня, размер камня, определяет плотности. Есть под такое понятие воксель, то есть сколько плотности в процентном содержании в общем объеме камня. Пожалуйста, ситуация, камень размером 1 см, вариация плотности от 400 до 1200 единиц. 1200 может составлять всего лишь 10% плотности, точнее 10% объема камня. Другая ситуация, 1260 объемов камня. Это разные камни, это разные камни. Это разная реакция на фрагментацию камня. Дальше, вот вчера сотрудник нашей кафедры лучевой диагностики Капанадзе как раз говорила тоже, и мы это начинали тоже и на спиральных томографах. Важным является, где эта плотность, по периферии или по центру. Поэтому мы, сканируя камень, определяем плотность по периферии, по центру, объем плотности того или иного значения в общем объеме камня. И вот тогда плотность начинает работать. Ну то есть нужно создать какой-то индекс, да, средневзвешенный. Есть такой индекс, есть такой. Учитывал, стандартизовать, да, подход с использованием именно этого индекса. Совершенно верно. К этому сейчас все идет. Вот тогда плотность начинает работать. Я думаю, мы с вами сталкивались в реальной жизни. Я вам скажу так, что я плотностью начал заниматься, когда еще не было как КТ-денцитометрии, и не только я, и многие, когда мы оценивали камень по обзорному снимку, да. Мы знаем, что плотность компактной части костной ткани составляет 1000 единиц по Хансфилду. И когда определяется плотность на КТ, она тоже выполняется в режиме костной плотности, да. Так вот, вы смотрите на камень и смотрите на структуру поперечного отростка позвонка. Если камень однородный и он более яркий, значит, а плотность что? Больше 1000 единиц по Хансфилду. Если камень однородный, это одна резистентность. Но если он неоднородный, фистончатый по периферии, да, это другой камень. И мы сталкиваемся иногда с ситуацией, да. Приходит пациент, на обзорном снимке камня не видно. А КТ пишет, плотность камня 800 единиц. Рентген негативный, ну, в частности, уратный камень. Его плотность не больше 600 единиц по Хансфилду. Или другая ситуация. Плотность пишут 400, яркий позитивный камень. Просто врач, выполнявший денситометрию на КТ, вот поставил крестик в эту зону камня. Вот что там появилось, он вам это в протокол написал. Поэтому данные КТ нужно сопоставлять, лично я сопоставляю, да, когда решаю выбор метода лечения с данными обзорного снимка или с данными рентгеноскопии, если вы проводите осмотр пациента там на литотрипторе, да. Вот тогда это начинает работать. Мы первую денситометрию в клинике провели в 1999 году на спиральном компьютере. На кафедре Академика Тернового. Еще в 1999 году есть публикация и так далее. Поэтому еще раз говорю, плотность сама по себе не предикт, если не сопоставимо с другими параметрами. И второй вопрос. И еще такая вещь. Выполняя дробление, мы еще используем, мы, когда решаем вопрос контактной литотрипсии, мы говорим, вот такое контактное, такое волокно, там, так, так, да. То же самое литотрипторы. Электромагнитный литотриптор, это одна история дробления. Пьезокерамический литотриптор, это менее агрессивные литотрипторы. Да, это дети прежде всего. Вот это важно. Согласен. Скажите, пожалуйста, еще такой аспект важный, это функциональное состояние почек. Вы упомянули об этом, но все-таки на сегодняшний день. Какие исследования, с какими препаратами вы рекомендуете для этого? И каков порог выполнения дистанционной литотрипсии? Вот вопрос, он непростой, потому что, к сожалению, на сегодняшний день мы как-то начали уходить от оценки функционального состояния мочевых путей. В свое время большие работы в вашем институте профессор Мудрая проводил с Кирпатовским. На сегодняшний день мы тоже, к сожалению, исходим всегда из данных КТ. И не всегда подходим четко к оценке функционального состояния мочевых путей. И, к сожалению, этот функциональный подход, использование всевозможных функциональных проб, оно тоже ушло как-то из нашей повседневной жизни. Я думаю, что к этому нужно возвращаться. И вы правильно на этом акцентируете внимание? Нужно сегодня, да? Конечно. Потому что, ну, вот, это то же самое, как в отношении метафилактики, да? Спрашивают, нужно будет проводить метафилактику, если всего лишь у 10% реальный рецидив, да? Я всегда говорю так, если мы просто удаляем камень, тогда метафилактику не надо делать. А если мы лечим мочекаменную болезнь, вот тогда должны мы делать метафилактику. И если мы выбираем метод лечения, мы должны понять, отойдут фрагменты, как долго они будут отходить, да? Вот тогда мы тоже должны подойти к функциональной оценке мочевых путей. Вот. Можно выполнить 5 сеансов ДЛТ. Я сторонник не более 2 сеансов дистанционной литотрепсии, хотя я этим занимаюсь достаточно давно, да? Вот. Каждый метод имеет показания, и ни один метод друг друга не должен заменять, да? Они должны совмещать и... Синергические. Совершенно верно. Синергизм должен быть, да? Вот. Поэтому вы все правильно говорите о необходимости вот таких функциональных вещей. Мы на сегодняшний день тоже, к сожалению, к этому относимся не всегда серьезно. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.